Всем привет, вы находитесь на канале радости частного дома и давайте сегодня перейдем сразу к делу. Здесь у меня ровно 350 грамм карбамида, то есть мочевины, а в ведре у меня ровно пять литров воды, ни больше, ни меньше, ни того, ни другого. И теперь в эту теплую воду я высыпаю мочевину ровно 350 грамм, еще раз повторюсь. И теперь хорошенько все размешиваем. Сегодня буду вам показывать, как я обрабатываю свой сад. Почему саду необходима весенняя обработка карбамидом. В этот период кустарники и садовые деревья просыпаются после холодной зимы. Начинают копить силы для будущего урожая. Поэтому нужно позаботиться о защите плодовых огородных насаждений и провести обработку сада весной от болезней мочевиной, а также от вредителей, которые проснувшись после зимней спячки, начинают активно поедать молоденькие листочки и цветы. Вдобавок при обработке карбамидом весной исключается прямое воздействие химических препаратов на завязи и плоды растений, поскольку их просто еще нет. Следовательно можно не волноваться за безопасность и экологическую чистоту будущего урожая. Мочевина очень хорошо растворяется в теплой воде и теперь пойдемте в огород. Вот мой любимый опрыскиватель и теперь полностью выливаем сюда все 5 литров, которые мы приготовили с мочевиной. Совет, не ставьте себе глобальную задачу по уничтожению всех вредоносных насекомых на участке. Это просто-напросто невозможно. Главное отпугнуть незваных гостей и сделать садовые кустарники и деревья малопривлекательными для вредителей, как с точки зрения еды, так и с точки зрения места жительства. С помощью мочевины можно победить и некоторые болезни, такие как пурпурная пятнистость или парша на плодоносящих деревьях и кустарниках. Опрыскивать им растения можно ранней весной, до набухания почек, а также осенью после опадания листвы. Такая обработка защитит сад от болезней в будущем году, а также удобрит почву. Опрыскиватель у меня готов и на примере черной смородины я вам покажу как опрыскивать. Сначала необходимо осмотреть хорошенько кусты смородины. Если вы увидите большие, огромные такие почки, немедленно удалить их, это почковый клещ. Еще я уже провел обрезку черной смородины, у меня есть это видео на канале, если хотите посмотрите. И теперь необходимо со всех сторон тщательно хорошенько опрыскивать все ветки смородины и вокруг землю обязательно тоже необходимо хорошенько обработать. Вот таким вот образом проводим обработку сада. Желаем вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.